Участникам игры нет и 10 лет, но на поле они сражаются за победу, как настоящие профессионалы. Играют детские команды «Луч против восхода». Ветеран крыльев советов Валерьян Панфилов пришел поздравить начинающих футболистов с открытием Зубчининовской футбольной лиги и пожелал ребятам удачи. Это очень здорово. И такие турниры, сами по себе когда это, да, турниры, здесь уже дисциплина, здесь уже ответственность, здесь уже борьба. Кто-то выиграл, кто-то обязательно проиграл. Поэтому это в жизни пригождается. Нужно где-то наступить на горло собственной песне для того, чтобы команда выигрывала. Поэтому вот для этого и нужны турниры. Ну и, конечно, общение, команда, друзья, общение с другими командами. Они смотрят уже, где-то что-то подсматривают, какие-то финты, какие-то тактические установки. Вот. Поэтому вот такие турниры очень полезны. Турнир приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Начало соревнований все участники ждали с нетерпением. Из-за пандемии коронавируса старт пришлось отложить. Но дети готовились дистанционно. Дети все хотят играть. Дети все ждали этого события. Мы все ждали. И, соответственно, все очень довольны. Надеемся, что больше такой ситуации не повторится. Что мы будем продолжать играть. И все будет хорошо. Турнир из общения «Скалига» проходит у нас уже два года на территории района. Очень хорошо, что он проходит на этой новой спортивной площадке. Она была построена в 2017 году. Администрация района Рудаков Александрович очень деятельное участие приняла, скажем так, чтобы эта площадка здесь появилась. В 2017 году мы, скажем так, совместно с Министерством спорта очень долго разработали планы, сюда катались, уезжали. Курировали буквально каждый этап. Тогда было построено семь площадок. Так вот, строительство площадок на территории района продолжается. Турнир «Зубчининовская футбольная лига» продлится два месяца. В соревнованиях примут участие более 12 команд. Лариса Шалафаст, Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Сейчас вылетит птичка.